Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено High Yield синдрому в USMLE. Причем его название созвучно с еще несколькими состояниями, которые имеют совершенно иной патогенез и клинические проявления. Проведем с ними параллель. А также в конце я представлю нашу авторскую мнемонику для запоминания ключевых фактов. Итак, синдром Уильямса. У людей с данным синдромом произошла микродилеция длинного плеча 7-й хромосомы. А именно в данном локусе расположен ген, отвечающий за синтез белка эластина. Эластин отличается от другого, самого распространенного структурного белка в нашем организме коллагена наличием негидроксилированных остатков глицина, пролина и лизина. В то время как в коллагене эти самые остатки гидроксилированы. И как итог, дефектный эластин способствует вот таким структурным нарушениям. Характерная деформация лица по типу лицо эльфа. Суправолвулярный стеноз аорты и стеноз почечных артерий со всеми вытекающими последствиями нарушения системной гемодинамики и повышения артериального давления. Из-за низкой перфузии почек и следовательно стимуляции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Но этим все не ограничивается. Ген эластина по своей протяженности занимает меньше 1,5 размера утерянного нуклеотидного ДНК материала. И поэтому другие локусы тоже утрачиваются. И под удар попадает нервная эндокринная система. Люди с синдромом Вильямса из-за множественных наследственных дефектов развития коры, мозжечка и миндалевидного тела имеют диссоциацию между уровнем IQ и вербальными способностями. И как раз таки эти способности с запасом обгоняют уровень интеллекта. Такое состояние называется гипервербализм. И еще интересная особенность. У детей нарушена система узнавания свой-чужой. И они очень дружественно относятся ко всем незнакомцам. Так вот в литературе их характер и поведение описываются как идеальный тип личности для коктейльных вечеринок. Из эндокринных нарушений гиперчувствительность к витамину Д из-за нарушений внутриглеточной рецепции. Она сверхсильная, даже при нормальном базальном уровне этого жирорастворимого витамина. Отсюда гиперкальциемия с легендарной мнемоникой из First Aid. Напишите в комментариях, кто знает о какой мнемонике идет речь. Во время подготовки к Step 1 вы могли заметить, что существует еще несколько синдромов, созвучных по названию с разобранной нами патологией. Синдром Вильмса. Это самый частый вид опухоли почечной ткани у детей. Нефробластома или же опухоль Вильмса. При лучевом исследовании не пересекает срединную линию тела. Входит в вагр комплекс синдром Беквита-Видемана и синдром Денниса-Драша. Далее синдром Вильсона. Связан с избыточным накоплением меди в организме. У нас даже есть видео, где мы разобрали данный Хайелт-синдром. Синдром Пламмера-Винсона. А вот это триада из эзофагиальных сетей, и теология сейчас изучается, дисфагии и железодефицитной анемии. Ну а чтобы вам было намного легче запомнить основные проявления синдрома Вильямса, мы предлагаем вам вот такую мнемонику для запоминания. Итак, первое, что бросается в глаза, это эльфийский тип лица у пациентов. Вот давайте и нарисуем эльфа. У него за спиной большой двуручный меч, который изображен в виде цифры 7. Делеция седьмой хромосомы. На одежде изображено сердце с характерным суправольвулярным стенозом аорты. В руках наш эльф держит волокна эластина. Посмотрите на его замечательную шляпу с буквой D. Эльфы часто являются помощниками Деда Мороза. Вот и знак Деда Мороза, который очень соотносится с витамином D, эффекты которого повышены у людей с синдромом Вильямса. Ну и трогательные слова, которые произносит добрый, улыбающийся эльф, помогает запомнить особенности характера и вербальных способностей. Это все, что вам надо знать для успешного решения тематических вопросов на тему синдрома Вильямса. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а для того, чтобы узнать всю информацию о наших курсах подготовки к USMLE, проходите по ссылке в описании. До свидания.